МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. В студии Вадим Пачема. Вместо импортной продукции в Чебоксарах обсуждали развитие глубокой переработки алюминия в регионах страны. Последние достижения и новейшие разработки. Ведущие врачи-ортопеды России и других стран собрались на конференцию в столице Чувашии. Не ходите в лес гулять. В республике объявили четвертый класс пожароопасности. Как по минимуму продавать за границу алюминий в виде сырья и по максимуму изготавливать из него готовые изделия на территории страны? Об этом говорили сегодня в Чебоксарах. В столице Чувашии прошла конференция по развитию глубокой переработки этого металла. Ольга Пырочкина подробнее. Наша страна – один из крупнейших производителей так называемого первичного алюминия. Иными словами, сырья. И до недавнего времени дело обстояло так. 80% этого самого сырья шло на продажу за границу. Значительная часть этого металла потом возвращалась в Россию, но уже в виде готовых изделий с высокой добавленной стоимостью. Однако санкции лишили крупнейшее в стране предприятие «Русал» рынков сбыта. Так что пришло время убивать сразу двух зайцев, отойти от сырьевой экономики и наладить выпуск высокотехнологичной продукции из алюминия в регионах. Правда, здесь существует ряд проблем. Так как алюминия внутри страны не переработка после не использовался, поэтому у нас нет кадров. У нас нет дизайнов, у нас нет проектировщиков, у нас нет сварщиков, литейщиков. То есть это большая проблема, которую мы должны решать. Над этим Чувашия уже работает. В новом учебном году для студентов начнет свою работу Центр компетенции по сварке алюминия. Будущие специалисты будут разрабатывать новые технологии, разрабатывать новые виды изделий и оборудования для обработки алюминия. Будущие специалисты этой области смогут работать, не уезжая из Чувашии. Начать производство изделий из алюминия планируется на действующих производственных площадках ряда предприятий, к примеру, на заводе имени Чапаева. Ольга Пырочкина, Елизавета Зайцева, Валерия Резюков, Республика. А в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования врачи-травматологи-ортопеды из 21 региона России сегодня обменивались опытом на межрегиональной научно-практической конференции. В числе участников иностранные профессора и ведущие российские ученые. Ортопедия и травматология сегодня вобрали в себя самые передовые медицинские технологии. Взять хотя бы импланты, содержащиеся внутри антибиотикам. Ликвидируют инфекцию, после полтора месяца изымаем мы этот временный имплант и ставим окончательно. Специалисты в юбилейный десятый раз собрались в Чебоксарах на базе Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования. По данным Минздрава России, за 2017 год вы видите, что более 1 миллиона человек в Российской Федерации было оказано висково-флайшной медицинской помощи. Это данные официальные статистики. И большая часть на сегодняшний день пациентов получают эту помощь за счет средств обязательных медицинских страхований. Более 500 тысяч. По данным статистики, большую часть операций на крупных суставах в России проводят в Центральном федеральном округе. На втором месте – Приволжский. Что касается системы здравоохранения Чувашии, она признается одной из самых эффективных среди 85 регионов России. По итогам прошлого года, по оценке Министерства здравоохранения России, экспертов, общественных организаций, мы занимаем второе место. И наш федеральный центр, который находится в городе Чапоксары, по оценке экспертов, является лучшим среди других федеральных центров. В числе первых спикеров выступили иностранные специалисты. Германский профессор Фридрих Тиллерман рассказывал о современных возможностях протезирования. Профессор Джават Парвизи Филадельфийского института Ротмана делился наработками на тему ортопластики суставов. Кстати, накануне ученый ознакомился с работой и оснащением федерального центра Чебоксар. И на встрече с главой Чувашии отметил, что этот визит оказался исключительным. В центре – грамотное и умелое руководство. Выстроена хорошо продуманная система, которая отвечает нуждам и запросам пациентов. И объем, количество процедур, которые проводятся здесь у вас в центре, превосходит то количество операций, которые делаются во многих очень крупных центрах во всем мире. И здесь только цифры впечатляют по количеству операций и пациентов, но и качество проводимой работы. Оно совершенно очевидно. Также в ходе беседы затруднули тему подготовки молодых врачей и стороны договорились о возможности перекрестных стажировок медицинских специалистов. Ирина Волкова, Борис Андреев, Андрей Спиридонов, Республика. Уйти от очередей в больницах, сделать визит к врачу комфортным, сэкономить время пациентов и докторов – таковы задачи проекта «Новая поликлиника». Он уже реализуется в 18 больницах Республики. У входа в первую городскую больницу имени Осипова пациентов встречает администратор. Доброжелательная девушка направляет людей в зависимости от цели их визита. Регистратура здесь открытая. Ее уже оценили посетители. Я бы хотела сказать, отметить регистратуру. Во-первых, вывеска отличная. Девочки приятные, улыбчивые сидят, привлекательные и внимательные. А потом, раньше, вот эта вот регистратура с этими деревянными всякими надстройками, с этим окошечком и заглядываешь туда, как в конуру. А сейчас этого нет. Свобода, цветочки, жалюзи – все это радует. На первом этаже расположился кабинет неотложной помощи, который значительно разгружает терапевтов и дает возможность пациентам получить медицинскую помощь сразу после обращения. Кабинет функциональной диагностики пока на ремонте, но скоро он заработает. ЭКГ, УЗИ, суточный мониторинг. Все исследования будут проводиться в одном блоке. Если раньше у нас было одно рабочее место для проведения электрокардиографии, мы теперь планируем оптимизировать работу таким способом, что одномоментно в кабинете будут находиться два пациента, разделенные соответствующей ширмой. Пока один заходит, раздевается, ложится на исследование, в это время медсестра уже проводит исследование другому пациенту, который находится за ширмой. Пока первый пациент встает, одевается и уходит, первому проводит исследование. Мы полагаем, что это значительно увеличит поток пациентов, которые будут пройдены за одну смену через кабинет функциональной диагностики. Стоит открыть двери городской детской больницы на Афанасьево и сразу в глаза бросаются яркие красочные стенды. На них вся необходимая пациентам информация. В каком кабинете принимает тот или иной специалист, в какие дни приходить на осмотр здоровым детям, организация внутренней логистики – одно из направлений новой поликлиники. Актуализировано расписание педиатров. Люди приходят именно в свое расписание. Здесь шесть участков. Мы обслуживаем около шести тысяч детского населения. Если посмотреть, народа немного. Тот же контингент получает ту же медицинскую помощь, но без нервотрепки, без столпотворения. Пришли, есть возможности поиграть. Детям очень комфортно, родителям очень хорошо. Со следующего года на новую модель организации медицинской помощи должны перейти все больницы Чувашии. Впереди битва за урожай, а пока аграрии борются за медали. В республике стартовали летние сельские спортивные игры. Подробности у Дмитрия Ковалева. Когда лезвия начищены до блеска, в битву за медали вступают косари. В этом виде спорта немало нюансов. Чтобы выбиться в лидеры, необходимо сдать качественную работу. Скошенная трава не должна быть выше пяти сантиметров. За халтуру судьи начисляют штрафные баллы. И еще одно критерие – это, конечно, пучки. Если вот такие пучки остаются, за это тоже штрафные баллы будут. Алло? Скорость здесь вообще не нужна, да? Ну, время, конечно, тоже учитывается. То есть, когда ты скосил участок, время. И плюс к времени дополняются еще вот эти штрафные баллы. У каждого участника свой подход. Кто-то старается не тратить силы, делая ставку на качество. Кто-то пытается показать лучшее время. Один из фаворитов игры – Александр Политов. Действующий чемпион всероссийского турнира косарей. Говорит, что побеждать помогает. Постоянная практика козьбы на поле. Всю жизнь в деревне. Каждый год косим. Сейчас в основном на мотоблоке косим, конечно. Но бывает и ручную косу на руки уберем. Ручной труд, конечно, не заменить. Здесь сила и выносливость. Визитический труд. В программе летних сельских игр 16 видов спорта. За звание чемпионов здесь борются и механизаторы. Участникам было необходимо проехать с грузом «Змейку» и поставить его точно в цель. Задачей для ювелиров справилась и Алена Никитина. Девушке всего-то 20 лет, а она уже управляет трактором и грузовыми автомобилями. И делает это не хуже водителей с большим стажем. Даже самой странно. Села за трактор. Решила прокатиться. До сих пор катаюсь. У меня всегда все быстро получалось. И машина легковая тоже быстро научилась. И грузовая, а потом вот и трактор. Летние сельские спортивные игры в Чувашии проводят в 19-й раз. В этом году было подано более 700 заявок на участие. Понятно, не каждый селянин может профессионально заниматься спортом, хотя условия во всех районах созданы. А так побороться, помериться силами между собой, между работниками сельского хозяйства, между районами, среди спортивных семей сельских. Конечно, это идеальные условия. Дать старт играм приехала глава региона. Соревнования продлятся два дня. В итоге будет сформирована команда республики, которая отправится на всероссийский этап. Все муниципальные сельские районы приезжают для того, чтобы показать свое мастерство, свою готовность, свое мужество и свою смелость и волю к победе. На самом деле выигрывают всегда те районы, которые не только от случая к случаю занимаются спортом, а вообще занимаются на системной основе. В Валиковском районе за медали борются муниципальные служащие. Среди них определяют лучших волейболистов, гиревиков и даже пловцов. Эти соревнования дают вам прежде всего понять друг друга получше. Соответственно, одно дело там бюрократия, бумаги, там другие эмоции, а здесь намного больше позитива, намного больше положительных эмоций, амбиций. Сегодня стало известно имя лучшего главы Косаря. Им стал руководитель Яльчикского района. Михаил Игнатьев вручил награды за добросовестную службу. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Дмитрий Ковалев. В предстоящую субботу из-за проведения массового легкоатлетического забега перекроют движение в центре Чебоксар. С 6 до 16 нельзя будет проехать по Красной площади, по улице Ленинградской и Президентскому бульвару от пересечения с улицей композиторов Воробьевых до Красной площади. С 13.30 до 16 перекроют дамбу залива, улицу Ярославскую от пересечения с улицей композиторов Воробьевых до залива и улицу Сергея Радонежского от дамбы до площади Речников. Игры вне закона. В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов закрытого покерного клуба. По версии следствия, в октябре 2017 года двое молодых людей незаконно открыли покерный клуб на цокольном этаже в одном из домов по проспекту Максима Горького. Прийти поиграть в азартные игры могли только избранные. Преступники отправляли гостям смс-сообщение с завуалированным приглашением, где была информация о месте, времени и стоимости развлечений. За полгода по такой схеме они заработали 100 тысяч рублей. Двум жителям города Чебоксар в возрасте 32 лет и 31 года предъявлено обвинение в незаконной организации проведения азартных игр, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание за это преступление составляет до 4 лет лишения свободы. Причастность обвиняемых к конкриминируемым им деяниям подтверждается их признательными показаниями, показаниями свидетелей, а также результатами осмотра места происшествия, в ходе которого из покерного клуба были изъяты игральные фишки и карты, различные документы, а также черная бухгалтерия, свидетельствующая о криминальном бизнесе. Сейчас уголовное дело для рассмотрения направлено в Московский районный суд города Чебоксары. Общественная палата Чувашии провела первое заседание в новом составе. Это уже четвертый ее созыв. С этого дня наступают полномочия выбранных членов. Поздравить их и поделиться опытом пришли представители общественности и власти. Среди гостей мероприятия была и наша съемочная группа. Политики и бизнесмены, журналисты и лидеры общественных объединений. Все они вошли в состав нового созыва общественной палаты Чувашии. Всего 33 человека, 12 из них новобранцы. Это люди деловые и инициативные, с опытом управленческой деятельности и активной гражданской позицией. Наша молодежь активно включилась в проектную деятельность. Выигрывает гранты Росмолодежи, гранты фонда президентских, грантов. И поэтому моя цель, мое желание попасть в общественную палату Чувашской республики, оно связано с тем, чтобы и дальше продолжать эту работу. Я надеюсь с помощью общественной палаты привлекать экспертов для проведения наших проектных школ. Здравоохранение, экология, ЖКХ, социальная и транспортная политика. В общественной палате затрагиваются все жизненно важные вопросы. Главная задача такого гражданского института – обеспечить взаимодействие жителей республики с органами власти. Открытый диалог – основа правильных решений. Председатель общественной палаты Алексей Судленков выразил надежду, что новый состав будет более значимым и эффективным. Планы уже намечены. Мы планируем, вот у нас опыт, есть такой позитивный опыт, это создание неких рабочих групп. Важнейшим элементом является рабочая группа по общественной экспертизе проектов. Мы хотим, что этот, и нас всегда, и Юрий Горьевич, и все нас настраивать на эти вещи, чтобы экспертиза нормативных документов носила неформально, но на все реальный характер. Она была полезна как для нам, как для общества, так и для министерства мы ведомств. Новый состав общественной палаты Чувашии будет работать в течение трех лет. С тем, что проблем много, и их нужно решать, согласны все. Осталось закатать рукава и совместно с органами власти продолжать работу своих предшественников. Рифат Фаткулин, Валерий Резюков, Республика. Новые глубины истории. В Чувашии идут археологические раскопки. Работы ведутся в Яльчикском районе на городище Большая Теоба. Самые древние находки датируются приблизительно 14 веком. За три дня чувашским студентам и школьникам удалось обнаружить ряд интересных находок. Подробнее Рифат Фаткулин. Древнее городище Большая Теоба скрывает под собой целые пласты истории. Буквально под ногами скрываются настоящие археологические сокровища. Достаточно лишь копнуть на полметра вглубь. В 13 веке городище было укреплено двумя рядами валов и рвов. В центре возведен укрепленный Кремль. Последний раз раскопки здесь проводились еще в 80-е годы. Под руководством научных сотрудников школьники и студенты убирают почву слой за слоем. Значит, здесь в одном из раскопов в юго-западном углу городища было изучено два подполья от жилищ древних. Там найдено достаточно много интересных находок. Значит, развалы керамических горшков, остатки кухонной отброса, связанные с питанием, кости животных. Значит, и индивидуальные находки, фрагменты поливной посуды, фрагмент железного ножа и два ключа, которые позволяют датировать это жилище второй половины 12-13 веками. Найденные материалы тщательно чистят щетками. Артефакты ученые изучат более детально. Студентка ЧГПУ Екатерина Осипова признается, не думала, что работа окажется такой кропотливой, но сил и терпения не жалко ради того, чтобы прикоснуться к истории своей земли. Это уже мои четвертые раскопки. И я думаю, что они будут, так скажем, составлять мою деятельность. То есть я, скорее всего, посвящу свою профессию и стану археологом. Надеюсь, что это я не ошибусь выбором. На самом деле это очень интересно. Это богатый опыт. И не только для меня, но и прежде всего это для местных жителей, для самой Чуварской республики. Я думаю, что каждый человек должен знать свою историю, свой быт, сын, население. И благодаря археологическим раскопкам простые люди могут узнать много нового. Раскопки только начались. Впереди у исследователя еще две недели работы. Рифат Фаткулин, Алина Сусметова, Александр Петров, Республика. В Чебоксарах завершилась смена центров активного отдыха «Мечтай, твори, созидай». В последний день организаторы провели для воспитанников детских садов туристический слет. Около 200 юных экологов-путешественников собрались в лесном массиве Лакреевского парка. Туристические испытания всегда вызывают у детей большой интерес. В походы и на пикники любят ходить все без исключения. Такие радости лесной жизни особенно вдохновляют самых маленьких. К жизни за городской чертой участники слета относятся ответственно. Почти не полагаясь на взрослых, сами разбивают лагерь. Здесь они заряжаются энергией природы и получают впечатление, которое запомнится надолго. Как же лагерь может быть без похода? Конечно же, дети должны пойти в поход, научиться собрать костры, научиться собрать палатки, испытать себя в разных состязаниях, завязывать услы, научиться. Также научатся на медицинской станции, они научатся оказывать первую помощь при травмах в походе, допустим, в лесу. Сразу видно, что эти дети любят внимание и не упускают возможности попасть в кадр. За месяц пребывания в лагере воспитанники узнали много интересного и познавательного. Посетили музеи, парки, театры и даже аттракционы. Центры активного отдыха функционируют в Чебоксарах с 2016 года. Они помогают дошколятам постепенно вовлечься в школьный процесс, учебную атмосферу и получить новые знания. Рифат Фаткулин, Алина Сусметова, Александр Петров, Республика. Век на сцене. Чувашский драматический театр завершил юбилейный сезон. На его закрытие побывала наша съемочная группа. Закрывают сезон, как и положено, на сцене. Спектакль Константин Иванов поставили два года назад в честь 125-летия Чувашского классика, автора поэмы Нарспи. В роли Константина Иванова заслужен артист Чуваший Валерий Карпов. Его работу отметили высокой наградой в республиканском конкурсе «Узорчатый занавес». Он получил приз за лучшую мужскую роль. Лучшие признали и работу режиссера Валерия Яковлева. Константин Иванов стал спектаклем года. Постановка рассказывает о жизни и творчестве Константина Иванова. Основное действие происходит в селе Слагбаш и в Симбирске. В последнем Чувашский поэт учился в школе у Ивана Яковлева. В спектакле рассказывается и о том, как зарождалась знаменитая поэма Нарспи. В ее основу легла история любви самого поэта к девушке по имени Проски. Ее выдали замуж за богача, который не раз поднимал на нее руку. Возлюбленную спасает сам поэт, но их вскоре разлучают. Сердце трогает, в некоторых местах даже слезы выступают. Мне очень и спектакль нравится. Я благодарна руководству Чувашского драмтеатра, артистам. Чувашский драматический театр я уже посещаю более 40 лет. Более 40 лет, как начало жить Чувашии. И всегда с удовольствием, с большим удовольствием хожу, смотрю. Репертуар театра постоянно обновляется. В середине сезона вот уже выпустили две премьеры буквально два дня тому назад. Впереди еще предстоит до отпуска еще одна премьера. И, конечно, мы готовим для зрителей осенью еще новые премьеры. Новые интересные работы для зрителей. Татьяна Леонтьевна, Елизавета Зайцева, Валерий Резюков, Республика. Таким стал последний рабочий день этой недели. Хороших вам выходных! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова